Ну а сейчас опять мы из студии переносимся на просторы Красноярска, где очень хорошо, светло, тепло и птички щебечут. Наталья Винокурова уже отправилась на остров Татышев, там сегодня проходит Сабантуи, с чем мы, собственно говоря, и поздравляем всех. Событие это, как правило, очень масштабное, грандиозное, народу собирается невероятное количество. Там же можно и плотно, сытно покушать национальные блюда. И поиграть в разные игры. В разные игры, в национальные игры тоже можно поиграть, можно посмотреть на национальные костюмы, можно пообщаться с людьми. В общем, мероприятие достойное абсолютно вашего внимания. Наталья, доброе утро. Наталья, доброе утро, рассказывай. Доброе утро, ребята. Сейчас вот я проверю силу свою богатырскую. Правда, у меня соперник совсем не в той весовой категории. Это такие сабантуевские подушечки. Набиты они, похоже, мне кажется, сеном, да, но что-то мягкое точно не травмирует. Все, коронный победный удар. Давай еще. Вот собираются уже гости, праздник стартует в 11, но на поляне уже очень много детей. Это восточная часть острова Татышев. И сейчас мы подробнее поболтаем про этот отличный, любимый уже в Красноярске народный праздник. Башкир и Татар с председателем автономии. Доброе утро. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, полностью, чтобы я... Павел Леонид Вагис, Магилович, председатель Совета региональной татарской национальной культурной автономии Красноярского края Яр. Вот, ну, сразу видно, что у вас тюбетеечка. Это обязательный атрибут праздника, правильно я понимаю? Безусловно, при том тюбетеечка не простая, а праздничная, красивая, высчитая, золотом. Ну и помогает, между прочим, сегодня от зноя 24 уже в Красноярске и на поляне. Здесь особо скрыться нечем, но зато есть чем удивиться, чему удивиться и чем развеселиться. Расскажите, пожалуйста, вот состязание в силе и ловкости, помимо боя подушек, что еще традиционно сохранилось из традиций вот как раз татарских народов? Праздник Сабантуи имеет корни свои тысячелетиями измеряются. Безусловно, он сохранился благодаря тому, что традиционно, ежегодно на каждом Сабантуи соревнования, состязания, шуточные, серьезные, они были и есть. Это поднятие тяжести, это подъем на шест, это борьба, это перенос коромысла с водой, бег в мешках, перенос яйца в ложки, ну и ряд других шуточных соревнований. Как традиционно вы поздравляете друг друга? Вот мне, как вас поздравить правильно, скажем так, в народных традициях? Вот ко мне обратитесь. А вы берем блянь. А вы берем блянь. Берем блянь. Берем блянь. Рахметазом. Спасибо вам огромное. Мы побежали, посмотрим еще, какой вес у коромысла. Вот Альфия сейчас поможет мне. Так, расскажите, что нужно девушке будет сделать? Это девчачье вообще состязание или мальчиковское? Здесь участвуют и девушки, и взрослые, и мальчики, и мужчины, всем, кому это интересно. Задача пробежать с коромыслом, наполненной водой, быстрее до финиша. Ну вот у нас площадки там уже готовятся. Традиционно девушка вот так берет, давайте я покажу. В общем, стоит вот так, так накидывается, поднимается и стартует кто быстрее. Здесь все участники, кто прибегает, получают поширительный приз, у нас нет, победителей нет, проигравшись. Поэтому все получают, ну, кто, наверное, победил более такой, побольше приз, кто проиграл, так скажем, поменьше приз. Ну, в любом случае, приятный бонус. Приятный бонус будет, да. То есть это такая встреча с традицией, например, как раньше наши абики по-татарски, это бабушка, бегали за водой, так скажем. Коромыслы-то у вас, я смотрю, прям национальные, вот это татарские, да? А вот российские, обратите внимание, дружба народов, дружба с соседями. Что немаловажно, этот праздник, уже сколько лет, лет 20, наверное, да? 22-й год уже проводится татарский праздник Сабунтуй. У нас, вы знаете, был федеральный Сабунтуй три года назад. Поэтому вот теперь мы уже раньше были на маленькой площадке, на той стороне. Теперь уже, да, большая площадка. Как правило, 5 тысяч людей мы всегда здесь встречаем и радуем своей традицией. Я хочу сказать, что с погодой вам всегда везет. Сколько я не снимала Сабунту, всегда было жарко и ни капли дождя. Надеемся, что сегодня тоже не подведет небесная канцелярия и поможет всем отдохнуть, называется, на все 100. А я пойду и попробую. Спасибо большое, Альфия. Пойду попробую снаряды, в которых будут состязаться мужчины, скорее всего. Значит, гиря у нас 32 килограмма. Ой, Наталечка-то замахнулась. А это, а это 16. Ну, я не знаю, что мне Алексей подскажет. Раз, два, три. Это просто, наверное, мой рекорд. Я не знаю, ее надо еще как-то вот качать по традициям праздника. Мне кажется, у меня сейчас уже просто вылетит сустав и подкидывает. Ну, это не очень эстетично, мне кажется, выглядит. В общем, поставлю и оставлю все-таки для мужчин. Смотрите, есть еще стол по традиционной. Он не масленичный, как вот в славянской культуре, но достаточно высокий. И я вам хочу сказать, ребята, супер гладкий, потому что здесь вот просто не за что зацепиться. Вот, я не знаю даже. Попрошу вот девушку, которая на праздники пришла, подержать микрофон. Попробую, я не знаю, получится ли у меня хотя бы пару движений лазом сделать. Так. Ох ты. Вы видели, да? В общем, спишем на мой неспортивный костюм. В общем, так. Конечно, еще будут готовить плов. Это для тех, кто сегодня придет и захочет подкрепиться. Сразу покажу чуть дальше, ближе к реке. Вот там будет кухня, скажем так. Но вообще плов, как мне тут рассказали ребята, это не традиционное такое угощение. Не слишком национальное. Просто общепринятое, к которому привыкли красноярцы. Ну, еще мы сейчас с Олесей попробуем поперетягивать канаты. И на этом, пожалуй, наверное, закончим и пойдем отдыхать. Олесе, давайте. Конечно, это командное состязание в основном. Команд прочный. Ну, не тяжелый, в принципе. Так, положу микрофон. Сейчас, секунду. Так, телефон достанем из откуда не надо. Раз, два, три. Не поддается. Не поддается мне. Моя коллега. В общем, ребята, знаете, это в такой летний и жаркий день. Это супер вообще развлечение, супер мероприятие. Подружитесь с нашими соседями, татарами, башкирами. Побудьте на их празднике. Он будет с самого вот с 11 утра и до самого заката солнца, как обычно показывает практика. Ну, а надо ли захватить зонтик от солнца, например, расскажет мои коллеги из студии. Я вам передаю слово для того, чтобы вы озвучили прогноз погоды на сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok